В Муравленко в рамках честного маршрута губернатор округа Дмитрий Артюхов посетил новые и строящиеся образовательные учреждения. Это новая школа в микрорайоне Молодёжном, детский сад нового поколения «Ладушки». Оценил глава региона и благоустройство территории детского сада «Сказка». «Ямал должен стать лучшей территорией детства», – отметил глава региона в своём ежегодном докладе. Строительство новых детских садов способствует решению задач нацпроекта «Демография». Сегодня на Ямале доступность мест в дошкольных учреждениях обеспечена на 100%. Решена эта проблема и в Муравленко. У нас трёхэтажное здание. Сюда у нас перешли ребята из трёх дошкольных учреждений. На первом этаже у нас размещаются групповые для самых маленьких, от года до трёх. Новый современный детский сад «Ладушки» открыли 1 июня. В него перешли воспитанники из ветхих деревянных зданий «Дюймовочки», «Буратино» и «Золушки». Новоселье справили 230 ребят. На трёх этажах расположились 12 групп, в том числе «Инклюзивная» и «Ясельная». Малыши охотно посещают творческие студии, бассейн, музыкальный и спортивный залы. По поручению губернатора на Ямале реализуется масштабная программа по строительству 25 и обновлению более 50 школ. Возводят образовательное учреждение нового поколения и в Муравленко. Это, получается, актовый зал здесь. Вот там бассейн, спортзал включается. Вот здесь актовый зал, бусы, это штанство. Так и остаётся в этой памяти, да? Да. Да. Благоустройство. Проект своеобразный. Он интересный. Там в середине ациума такой полноценный. Строители уже перешли к черновой отделке внутри здания и к благоустройству прилегающей территории. Рассчитана школа на 500 мест. В ней будет бассейн, медиа-центр и площадки для творчества. Перейдут туда дети из третьей и шестой школ. В Муравленко не только строят новое, но и делают более комфортными и безопасными уже имеющиеся образовательные учреждения. Яркий пример – детский сад «Сказка». Добро пожаловать в сказку. Нашему детскому саду. Вы уже в сказку попали? Да, вы в сказку попали. Нашей сказке в этом году 37 лет. Несмотря на то, что она почти ровесник города, с каждым годом она становится все современнее и краше. За пять лет здание капитально отремонтировали как внутри, так и снаружи. Благоустроили территорию. Проект уникальный. Здесь все состоит из развивающих блоков. Дети на практике изучают правила дорожного движения, выращивают овощи в настоящей теплице, занимаются физкультурой на хорошей современной спортплощадке. Наш развивающий центр – эрудит. Здесь у нас площадка лего. Вон она. Там ребята строят лего-простройки. Замечательно. Выдерживает до 50 градусов мороза. Проверено в этом году. Посетил глава региона и четвертую школу. В это здание мы переехали в 89-м. Вот уже 34 года и за эти годы здание школы существенно изменилось. Мы заменили фасад, кровлю, окна, ограждения, модернизировали уличное освещение. С каждым годом и образовательная среда становится все более современной, комфортной и, главное, увлекательной для учащихся. Вот здесь кабинет углубленного изучения литературы. Наш учитель русского языка и литературы уже готовится к занятиям, осваивает новую аппаратуру. Наше новое приобретение – видеостудия. Что видно? Представляем модуль iDesk. Это по отечественному производству. Работаем на данный модуль. Ребята смогут создавать собственные медиапродукты, такие как видеоуроки, мастер-классы, проводить онлайн-конференции. По поручению губернатора теперь во всех школах города организовали молодежные пространства для участников движения первых. Не забыли и об учителях. В рамках года знаний, а также года педагога и наставника в четвертой школе модернизировали учительскую. Кабинет оборудовали рабочей зоной и местом для отдыха. В этом году оборудуют такую же во второй школе. А в следующем обновят кабинеты для педагогов в первой школе и лицее. Татьяна Козырь, Сергей Лукович, Новости Муравленко.